Добрый вечер. В эфире новости на телеканале Югра. В студии Лариса Мацур. В Югре проходят к завершению выборы президента России. Избирательные участки, а их в округе 734, будут работать до 8 часов вечера. Голосование, как показали два минувших дня, проходит в спокойном режиме. За его легитимностью и безопасностью следят члены избирательных комиссий, общественные наблюдатели и сотрудники полиции. По состоянию на 15 часов в Югре уже проголосовало больше 80% избирателей, или 906 894 человека. Жалоб и обращений не поступало. Накануне председатель избирательной комиссии также назвал муниципалитеты с наиболее высокой явкой. Это Белоярский, Нефтьюганский, Нижневартовский район и Ханты-Мансийск. Мы рады, что такое количество наших югорчан пришли на избирательный участок. Но напоминаю, избирательные участки открыты. Они открыты сегодня до 20 часов. Мы ждем тех, кто еще по какой-то причине не подошел. Будем рады видеть. На всех участках стараемся создавать праздничную атмосферу. На выборах президента созданы все условия, чтобы все желающие могли отдать свой голос за понравившегося кандидата. Более 51 тысячи человек в Югре проголосовали досрочно. Свыше 20 тысяч югорчан члены УИК посетили на дому. Организованы выездные процедуры в больницах, на предприятиях. Жители Югры отмечают удобство трехдневного формата голосования. Кто-то предпочел проголосовать в пятницу, чтобы в выходные уехать за город. Другие жители округа, наоборот, пришли в последний день голосования, чтобы собраться всей семьей. Или просто потому, что привыкли ходить на выборы именно в воскресенье. Среди них и первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. У нас вся семья собралась только в воскресенье. Ну и во-вторых, мы традиционно ходим по воскресеньям. Но вот решили поэтому пойти сегодня в воскресенье. Поддержать выборы президента Российской Федерации. Свой выбор сделали. Уверены, что он правильный. На избирательный участок в Ханты-Мансийске пришли международные эксперты. Сотрудники комиссии провели для них ознакомительную экскурсию. Напомню, в столицу региона прибыла сборная делегация из девяти стран. Работа международных электоральных экспертов в округе – это один из треков региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. За ходом голосования в Югре следят граждане Сербии, Филиппина, Алжира, Туниса и других дружественных государств. Сегодня зарубежные эксперты на месте познакомились с работой сотрудников избирательного участка. Им рассказали о порядке проведения голосования, правилах участия в выборном процессе и мерах безопасности на избирательных пунктах. По словам участников делегации, выборы в России отличаются своей доступностью и четкостью организации. Мне понравилось, что в России голосование проходит в три дня. Это очень удобно, так как у людей есть работа, и они могут в любое время прийти и проголосовать. Я понимаю, что в моей стране это может быть и не особо приемлемо, так как населения нашей страны значительно меньше. Но все равно это очень здорово. Последний аспект, который я бы хотел отметить – это высокая технологичность выборов. Сургут покажет относительно высокую явку в последний день выборов президента России, в том числе за счет выездного голосования. Сегодня в самом крупном городе Югры оно проходит в больницах, геронтологическом центре и исправительных учреждениях. А еще свои голоса за будущего главу государства отдали строители нового моста через Обь в районе Сургута. За процессом наблюдала Наталья Соловьева. Обещают, что в конце 2025 года перебраться в этом месте с одного берега реки Обь на другой можно будет по четырехполосному мостовому переходу. Сейчас это одна из самых важных строек в стране. Постоянно здесь трудятся более пяти сотен человек. И для тех из них, кто не может надолго покинуть свое рабочее место, в последний день выборов президента России здесь организовали выездное голосование. Импровизированный участок создали прямо в общежитии. Портативную кабинку для голосования и атрибутику члена избиркома привезли с собой. А шарики надо? Нет, не благодарю вас. Ну, для того, чтобы все равно было праздничное настроение, чтобы люди понимали, для чего, зачем. Ну, и просто, чтобы им было весело и приятно. Выездное голосование почти не отличается от обычного. Тут так же, как и на участках, работает система видеофиксации, правда, портативная. И ящик для бюллетеней тоже переносной. Но так же, как и на участках, здесь работают общественные наблюдатели. Мы приезжаем туда, где люди выполняют свои обязанности, где они работают непосредственно на место их работы. Приезжаем, чтобы они исполнили также свой гражданский долг. Проголосовали в рабочей обстановке. По решению губернатора Югры в местах проведения выборов усилили меры безопасности, в том числе и на выездном голосовании. Осуществляем охрану общественного порядка, чтобы не было каких-то инцидентов, связанных с тем, что граждане пытаются сорвать процесс выборов, процесс голосования. Сварщик Шамиль Канафин уже участвовал в похожем выездном голосовании, когда служил на флоте. Я считаю, что это обязательно надо ходить на выборы. Если не безразличен ни к своей жизни, ни к жизни страны, то обязательно. Мое такое мнение. Я всегда хожу. У меня жена уже 15-го числа проголосовала. Выбрать хорошего президента, чтобы не ездили люди так по лаксам, работали дома. Президента надо выбирать. Конечно надо. А как? Обязательно. Я так думаю. Уже за первые полчаса голосования стало понятно, что комиссии понадобится второй переносной ящик. Несмотря на строгий график, сроки и усталость после ночных смен, строители активно голосуют. Потому что знают, что от того, кто будет стоять во главе государства в ближайшие 6 лет, зависит финансирование и реализация таких крупных объектов, как мост через ОПЕ. Наталья Соловьева, Владимир Гайнз, телерадиокомпания, Югра, Сургут. Проголосовать угорчане могут даже находясь в больнице. Своё избирательное право реализовали около 300 пациентов Ханты-Мансийской ОКБ. Для этого в стационарах работают члены участковой избирательной комиссии. Выбрать президента России могут не только пациенты, но и работники больницы, которые круглосуточно трудятся и не имеют возможности прийти на избирательный участок. По данным ОКБ, за два дня выборов проголосовало больше 2,5 тысяч сотрудников. Как организована процедура голосования в хирургическом отделении, проверила уполномоченный по правам человека Наталья Стрибкова. На сегодняшний день у меня члены мониторинговой рабочей группы работают по всему округу. И мы с ними в постоянном контакте в режиме онлайн обвиниваемся информацией. До сей минуты не поступило ни одного сведения о том, что чьи-то права были нарушены или было нарушено законодательство при процедуре голосования. Как в помещении для голосования, так и вне помещений для голосования. У нас находится на лечении порядка 700 пациентов. Это не только пациенты круглосуточного стационара. Это сопровождающие родители своих маленьких детей, либо сопровождающие инвалидов, какие-то родственники, либо социальные работники. Плюс некоторое количество наших пациентов находится на дневном стационаре и располагается в пансионате. Это более полутора сотни наших пациентов. Поэтому с окружным штабом, с городским штабом мы отработали все мероприятия для того, чтобы люди, находящиеся на лечении как на круглосуточном стационаре, так и на дневном, могли абсолютно спокойно реализовать свой гражданский долг и принять участие в выборах. Проголосовать и проверить свое здоровье. Такую возможность предоставили избирателям нижневартовские медики. Сотрудники медицинских учреждений города в день выборов присоединились к региональной акции «Здоровое сердце Югры» и провели ее прямо на избирательных участках. Специалисты предложили всем желающим пройти кардиоскрининг и узнать свой личный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для того, чтобы узнать, есть какие-либо риски к данным заболеваниям или нет, чтобы исключить их. Для начала мы меряем давление, потом мы смотрим по шкале скор, то есть мы сопоставляем вредные привычки, то есть курение, повышение давления, если так как таковое есть, и повышенный уровень холестерина. Выборы в префронтовом Донбассе – не только большая организационная работа, но и риск для самих сотрудников избиркома. Они трудятся на участках, по которым украинские войска многократно наносили артиллерийские удары и продолжают это делать. Библиотекарь Оксана одной из школ Чирона в гвардейском районе Макеевки рассказывает о своей не самой спокойной специальности во время войны. Ракета от града пробила все этажи школы насквозь и, к счастью, не взорвалась. Я удивляюсь, тут же все же книжками было завалено. То есть это библиотека сейчас находимся? Да, это библиотека. Здесь были все время книжки лежали. К тому же разбирали после завала. Я удивилась, как вот там даже, ну как, некоторые бумажки были чуть как подгоревшие, как не загорелось и не сгорели все учебники новые для детских. Вот этому я удивилась. Записывали интервью еще в январе до взятия Авдеевки, откуда по району гвардейки. ВСУ били регулярно. Только в эту школу попало четыре раза. Книги, которые чудом уцелели, были поставлены в учебные заведения из Югры. Вообще вот этот район часто обстреливают? Очень часто. Вот, ну сейчас немножечко вроде как, надеемся, чуть поутихло, но все равно прилетает и в поля прилетает. Это обычный жилой мир район? Да, тут же люди живут. И здесь объектов-то нет военных? Нет, здесь объектов военных нет. Какие-то тут школа, училища, магазины. Мы снова в школе, где сейчас действует один из 17 избирательных участков самого опасного района Макеевки. Идет голосование. В помещении уже тепло. С момента нашей последней съемки починили крышу, дали свет. Сделали ремонт. Вот люди, которые работают здесь, вот, это смелые люди? Это самоотверженные, отважные и смелые люди. В основном это, конечно же, женщины. Страшно говорить, но к этому они уже привыкли. И понимают, что работать всегда им приходится в экстремальных условиях. Ну, это реалии сегодняшнего дня. Как всегда для наших женщин именно работа является неким успокоительным и релаксирующим средством. Вам чисто по-человечески здесь не страшно находиться? Ну, как вам сказать? Ну, немножечко тревожность какая-то есть, но в связи, как бы, с объемом работы об этом, ну, иногда забываешь. На Донбассе явка одна из самых высоких среди четырех новых территорий России. Вполне ожидаемо. Люди ждали 10 лет. Народ вообще идет на выборы? Да, да. Да. Народ очень этого ждал решения. Очень гордится этим, что у нас уже есть возможность принять участие в выборах президента Российской Федерации. И все идут приподнятым настроением, семьями, командами. И очень этому рады. Нам хочется, наконец-то, почувствовать себя гражданами большой страны. И, ну, конечно же, это наше будущее. И мы надеемся, что оно будет светлым и хорошим. Виталий Сопрыкин, Курпун, телекомпания «Югра» в Макеевке. Выборы президента Российской Федерации уже третий день проходят и в Луганской Народной Республике. Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса из Югры воспользовались возможностью и пришли на избирательный участок отдать свой голос за одного из кандидатов. Обстановка в зоне специальной военной операции неспокойная, поэтому участок охраняют военные. Голосование проходит с соблюдением всех мер безопасности. Своими ощущениями поделился руководитель гуманитарной миссии Вячеслав Демичев. Получается, после посещения Авдеевки, то, что я там увидел, разруха людей, оборванных людей, это, ну, как бы вообще кошмарно. Мне кажется, это и побудило сделать свой выбор за сильную страну, за сильного президента, чтобы наконец-то на этих территориях навелся порядок. Выборы президента России прошли не только на избирательных участках, но и в режимных объектах системы ВСИН и МВД, где их провели выездные комиссии. Голосование проходило полностью в соответствии с нормами законодательства и в присутствии членов мониторинговой рабочей группы, приуполномоченным по правам человека и сотрудников прокуратуры. Например, в окружной столице сегодня проголосовали югорчане, находящиеся в изоляторе временного содержания. Все 18 человек, которые содержатся здесь и имеют гражданство России, изъявили желание отдать свой голос за будущего президента страны. Предварительно им предоставили официальные листовки Центризбиркома, в которых содержится информация о кандидатах. А перед голосованием краткое заполнение заявления на выдачу бюллетеня, так как паспортов у содержащихся под стражей на руках нет. Дальше, как и на любом участке, заветную галочку задержанные ставили в кабинке без посторонних глаз. Дальше, как и на любом участке. Выборы президента России впервые проходят в трехдневном режиме. В конце первого и второго дня голосования все бюллетени из стационарных и переносных ящиков поместили в специальный сейф-пакет, который маркируют номером участка и датой голосования. До последнего дня выборов пакеты хранятся в опечатанных сейфах. 17 марта сейф-пакеты не используются. После завершения голосования в 20 часов сразу начнется подсчет всех бюллетеней из ящиков и сейф-пакетов. Все происходит в присутствии общественных наблюдателей и фиксируются камерами видеонаблюдения для того, чтобы выборы прошли безопасно и легитимно. Так как голосование идет трехдневное и бюллетени необходимы, чтобы они не находились в урнах, мы их после окончания работы избирательного участка каждый день после 20.00 мы собираем это все в пакеты, составляем акты, подписываем непосредственно члены избирательной комиссии, наблюдатели и мы убираем их всех в пакеты. Жительница поселка Барсово отметила свое совершеннолетие на избирательном участке. Вера Привизенцева, можно сказать, успела запрыгнуть в последний вагон. Ее 18-летие совпало с последним днем голосования на выборах президента России. Реализовать свое гражданское право девушка пришла в приподнятом настроении, отметив отличную организацию и праздничную атмосферу на избирательных участках. По традиции, после сделанного выбора югорчанке подарили сувениры с символикой выборов. Отмечу, что Вера, несмотря на то, что только вступила в избирательный возраст, весьма ответственно подошла к своему выбору. Перед выборами я, конечно, дома изучила всех кандидатов, посмотрела программы премьерные, какие у них позиции и мнения по развитию страны. И уже пришла подготовленная. Отмечу, что в Сургутском районе ответственно подошли к реализации гражданских прав молодыми избирателями и создали целый проект. В его рамках главы поселений встречались с молодежью и рассказывали, как функционируют органы местного самоуправления. При этом члены избирательной комиссии отмечают особую активность со стороны молодых югорчан. Отмечу, что всего в Югре впервые голосуют около 9 тысяч человек. Молодые избиратели все на сегодняшний момент прошли, которые впервые голосуют, все в приподнятом настроении, очень торжественные. Многие просто пришли, а нарядились так, как на какое-то торжественное мероприятие. Для них это очень важно. Я считаю, что молодежь у нас растет патриотичная, очень активная, и они будущее нашей страны. Политолог объяснила, почему югорчане показали высокую явку на выборах президента Российской Федерации. Надежда Ушакова, завкафедрой политологии Сургутского государственного университета, отметила, в эти дни на избирательные участки активнее всех приходили молодежь. Студенты и начинающие профессионалы чувствуют важность этого события. Таким образом, сегодня до полудня явка югорчан побила свой исторический максимум. В большей степени благодаря молодому поколению, которые использовали возможность и выбрали выходные дни, чтобы исполнить гражданский долг всей семьей. Теперь уже со своими детьми, а также младшими братьями и сестрами. Надежда Ушакова уверена, тенденция на патриотизм сейчас в тренде среди молодых. Это показывает ее опыт преподавания среди студентов. Более того, это поколение сформировало свою позицию, и их протест обращен к геополитическим противникам России. Они же ведь не оторваны от жизни. Они же знают, что они живут в этой стране, они будут жить в этой стране. И их будущее тоже связано с этой страной. И поэтому уже довольно осознанно идут голосовать. Причем, как правило, придя на избирательные участки, уже знают свой выбор. Раньше можно было отметить, что они на избирательных участках знакомились с кандидатами. Сейчас уже все-таки, знаете, такая подготовленная молодежь идет. И это радует. Ходить на выборы всей семьей – одна из традиций водолевских. Ирина и Александр – пенсионеры МВД и многодетная семья. Из четырех дочек две уже взрослые. И они с супругом уже отдали свой голос. А Ирина, Александр и младшие дочки отправились на избирательный участок сегодня, дождавшись возможности собраться всем вместе. Показывать возможность активной избирательной позиции детям нужно на своем примере, уверена многодетная мама. На выборы всегда ходим с семьей, приучаем своих детей делать правильный выбор. Выбрать достойного кандидата. Зобойтесь о нашем будущем и будущем наших детей. Вартовчанин принес на избирательный участок блины. Так он поздравил УИК с масленицей Владимир Масло. В Нижневартовске живет уже более 40 лет. До выхода на пенсию работал водителем. Но и сейчас продолжает вести активный образ жизни. Занимается скандинавской ходьбой, настольным теннисом, поет в народном ансамбле «Сибирские зори». Знает множество частушек и анекдотов. У Владимира две дочки и внуки. И именно дочь испекла блины в качестве угощения работникам избирательной комиссии. На выборы, рассказывает мужчина, он ходит всегда. И воспринимает это не как долго, как приятную и важную обязанность. Рабочая комиссия-то уже давно работает. Я решила угостить их блинами. Тем более, если не последний день масленицы. Уверена, что для всех членов участковых избирательных комиссий выборы – это настоящий праздник. Поэтому каждый день мы приходим сюда с желанием. Мы очень хотим, чтобы это праздничное настроение было и у наших избирателей. Поэтому делаем для этого все возможное. Но вот сегодня избиратель решил порадовать нас. Он подарил нам целую тарелку блинов. Чем, несомненно, нас порадовал. Приятный сюрприз, честное слово. Нарушений законодательства со стороны избирательных комиссий в Югре нет. В региональном штабе общественного наблюдения рассказали, как прошел второй день выборов президента России. Активисты следят за ходом голосования в Центре общественного наблюдения в Ханты-Мансийске. Здесь, на больших экранах, идет прямая трансляция из муниципалитетов. Происходящее фиксируют полтысячи камер. Напомню, в эти дни в Югре на участках работают 1789 наблюдателей. Общественники отмечают, что выборы проходят в спокойном формате. А югорчане проявляют высокую активность и гражданскую ответственность. Мы наблюдали за счастливыми, теперь уже обладателями квартир, автомобилей. Искренне радовались за наших избирателей. Видели счастливые лица наших наблюдателей общественных с наших избирательных комиссий. Они нам по-прежнему оперативно сообщали о ситуациях на избирательных участках. Нарушений в части работы участковых избирательных комиссий на данный час также не зафиксировано, как и в первый день голосования. Выбрать парк для благоустройства в 2025 году смогли жители города Сургута. Голосование проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента. По условию проекта муниципалитет оплачивает 20% от стоимости работ. Оставшиеся 80% выделяет федеральный и окружной бюджет. В Сургуте на выбор представлены четыре объекта. Это два участка в новом сквере по улице Республики, парковая зона в микрорайоне 20А, а также территория экопарка за Саймой. Список объектов подготовил специально созданный для этого общественный совет. Он же будет следить за качеством проектных и строительных работ. Детально ознакомиться с дизайн-проектами, описанием объектов и зайти на сайт голосования жителям помогают волонтеры. Сегодня их можно найти вблизи избирательного участка. А с 18 марта они будут дежурить в крупных торговых центрах. Принять участие в голосовании может любой житель России старше 14 лет. Выбираешь тот проект, который захочешь проголосовать, начинается новое голосование. Можем зайти через госуслуги или номер телефона, но если через номер телефона, то все равно на госуслуги перебросят. Вводишь номер телефона, приходит код. Вел ФИО, зашел, подтвердило, что если у вас есть госуслуги, то подтверждается, что все и голос учитывается. В этом году на голосование заявлено 40 проектов в 16 муниципалитетах округа. Выбрать объекты, которые появятся в вашем городе или поселке, можно лично в пунктах проведения голосования или при поддержке волонтеров голосования. В прошлом году в голосовании приняли участие 117 тысяч югорчан. В результате в регионе благоустроили 67 территорий. Больше 900 тысяч югорчан зарегистрировались как участники викторины достижения Югры. Больше 600 тысяч человек приняли участие. Из них больше 123 тысяч – дети. Победители уже получили 20 квартир и 23 автомобиля. Из них по 4 квартиры и автомобиля – дети. Губернатор Югры на страницах в социальных сетях поздравила победителей. Все, кто ответил на вопрос викторины, получили СМС-сообщение с индивидуальным кодом. Подарки распределяются случайным образом. Викторина беспроигрышная, так что подарок получит каждый. Либо это значок Югра, либо сертификатор в различные магазины. Главный приз – это автомобиль, квартиры и сертификат ВАЗОН на 30 тысяч рублей. Вартовчанин Максим Махременко выиграл автомобиль. До этого Максим никогда не участвовал в подобных розыгрышах. Стать участником викторины ему посоветовала сестра. Пришло СМС-сообщение, что я обладатель автомобиля. Я был в шоке, не поверил сначала. Потом все пришло, осознание. Жительнице Нижневартовской Эльвире Дорофеевой повезло еще больше. Она стала обладателем одного из главных подарков викторины – квартиры. Я взяла телефон, я просто оторопела. И там был выигрыш, что я получила подарок в квартиру. У меня, конечно, были эмоции, как и сейчас. Я тоже прям волнуюсь, переживаю. Но очень рада, очень счастлива. Эльвира работает оператором обезвоживающих и обессоливающих установок на нефтегазодобывающем предприятии. У нее два сына. Старший, Дмитрий, работает вместе с мамой, машинистом компрессорных установок. И заочно учится в университете. Именно ему победительница намерена передать квартиру. Я для этого и живу, для того, чтобы все досталось моим детям. И, естественно, эта квартира, она будет ему. Волонтеры викторины работают вблизи избирательных участков до 20 часов. Успейте активировать свой код и получить свой подарок. Михаил Светышев, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами на телеканале «Югра».